Жми лайк, если хочешь поиграть в Киберпанк на телефоне, или дизлайк, если неинтересно. Посмотрим, что получится. Здарова, ребят, с вами Илья, это Наши Игры День, и мы возвращаем наши ежедневные новости касаемо мобильных игрушек. Сегодня есть о чём рассказать, думаю, многие фанаты Android-игр будут в восторге, и речь пойдёт о игре Киберпанк 2077. Поехали! Ну и в самом начале я хочу порекомендовать классный монитор АОК Эйгон. Если ты ищешь монитор для игр, то тебе обязательно нужно решение с частотой обновления 144 Гц, как в данном мониторе. Играть будет комфортно просто 100%. У меня, кстати, именно закруглённый такой вариант, тут крутые углы обзора, Quadro HD разрешение, и ещё как вишенка на торте, крутая офигенная подсветка. В общем, всем ПК-геймерам рекомендую глянуть именно на это решение, ссылочку я оставлю в описании, так что чекайте. Ну что ж, мы возвращаемся к мобильному геймингу, и недавно появилась новость о том, что в Киберпанк 2077 можно будет играть на Android-смартфоне. И вообще, как помните, главным событием Gamescom 2019 стал анонс Киберпанк 2077, с которого и начался весь ивент. Ну и теперь официально, нашумевший ещё до выхода проект от создателей Ведьмака появится в Google Stadia. Таким образом, вы сможете окунуться в мир будущего с любого устройства, т.е. с компьютера, телевизора и даже смартфона на iOS и Android. Как вы поняли, Stadia это именно такой облачный игровой потоковый сервис компании Google, ранее известный под названием Project Stream. И интересно будет глянуть, как всё это реализовано. Я думаю, что там работа ведётся мега активно, и что сервис будет работать уже намного круче, чем то, что есть сейчас, и будет намного-намного комфортнее играть. К сожалению, пока подробностей о дате релиза не раскрыто, и неясно, станет ли игра доступна вместе с выходом на полноценные платформы, или появится чуточку позже. В любом случае, будет интересно посмотреть, как это будет реализовано, и возможно, именно Stadia, и будет следующей веткой развития именно мобильного гейминга. В общем, как говорится, поживём, увидим. Ну, а пока напишите, что думаете по этому поводу, вот такая вот мини-новость у нас появилась, но, тем не менее, крутая, на мой скромный взгляд. Ну, а так, заканчиваем на сегодня, и скоро мы вновь с вами увидимся, до скорых встреч, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok